Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 30 июня и последний сорт томата, о котором я хочу сегодня рассказать, это загадка природы. Я вот как раз в предыдущие видео рассказывала о медовом салюте и говорила, что для того, чтобы снять это видео, меня сподвиг вот этот вопрос Натальи Поздеевой. Медовый салют и загадка природы это один и тот же сорт или нет? И какой из них лучше? Про медовый салют я в предыдущем видео все рассказала и сказала, что это два совершенно разных сорта. Самая главная, отличительная особенность это то, что у медового салюта картофельный лист, а у загадки природы простой томатный. Сейчас я подробно расскажу о загадке природы. Если где-то я... А, в распечатке вот на этих, на интернет-магазинах, где они продают томаты, написано тоже не очень много, что томат салютка природы очень оригинальный, средне-ранний крупноплодный сорт для теплиц пленочных укрытий, плоско-округлая, с розовой шапочкой, желтые. На срезе розоватый и похожий на экзотический фрукт, сочетание сахарного вкуса, короче, диетические свойства. Средняя масса 350 граммов и 16,5 килограммов с квадратного метра. А еще написано, что выведено в городе Новосибирске, разработано сибирскими селекционерами. И она, вот эта загадка природы, все-таки внесена у нас в госреестр. Сразу скажу, что в госреестр внесена в 2008 году, и по понятиям вот этого томатного царства, это очень молодой сорт. Потому что есть некоторым сортам 50, 60, 100 лет, а это всего, ну даже нет, ну 10 лет, это очень мало, конечно. Я сама выращиваю всего 2 года, и когда я выращиваю первый год, я сильно подробно не рассказываю о томате, потому что я не могу дать ту достоверную информацию, которую обычно, информацию про томаты нужно проверять годами. Но вот после 2 лет выращивания, и по сравнению с медовым салютом, я сразу скажу, что вот эти 2 бикалора, они хоть и разные, но они, ой, хоть и одинаковые, они немножко разные. Загадка природы дает очень огромные плоды. Вот здесь написано 350, первая, вторая и третья кисть обычно 500 граммов. Люди пишут, что 700, 800 грамм, вот такие вот ломти, оно как бы плоскоокруглое, оно бывает круглое, может немножко быть такой овальной формы. Но самое главное, да, конечно, вот эта оригинальная раскраска, как я уже рассказывала, они сначала зеленые, потом в фазе молочной зрелости начинают светлеть, светлеть, желтеть и вроде бы как оранжеветь какое-то время. Через сколько-то дней пройдешь уже, хоп, верхушка красным цветом покрывается. Некоторые получаются совсем почти бордовые, только когда внутри разрежешь, увидишь, что там желтые полосы с красным перемешиваются, какая-то такая зебровая такая вот раскраска. Некоторые получаются вообще почти желтые и не видно даже красных пятнышков. Я иногда думала, может это какой-то пересорт, но как это может быть на одном и том же кусте. Но когда внутри разрежешь, все равно видно, что там вот эти розовые полосы. Так что, наверное, поэтому и загадка природы, что на одном и том же кустике есть прям ярко-бордовые вот эти с шапочками. Есть чисто желтые, а красные полосы только внутри. От чего это зависит, я не знаю, но это на то и загадка. Но это не влияет никак на вкус. И более желтые, и более вот эти бордовые, красные, малиновые, они все очень сладкие. И в прошлом году по итогам вот этой дегустации я назвала этот сорт за тот год одним из самых сладких. Ну а если честно, самый сладкий. Если он вызреет до самого конца, если томат уже не твердый, а вот прям такой в мягкости, и начинать его есть, когда он... Ну это действительно, вот про этот можно сказать, он тает во рту, он поражает своей сладостью. И он относится именно к тем томатам, которые генетически склонны к повышенному образованию сахара. Что это значит? Это значит, если в одних и тех же условиях, на одном и том же грунте, в одно и то же лето, короче, ну с одинаковым количеством полученного солнца взять вот какой-то томат другой и этот, он всегда будет более сладкий. То есть они предназначены быть сладкими, они ближе к десертному вкусу. И когда мы говорим про другие томаты, про красные, я говорю, что ну обычный томатный вкус, томатный с кислинкой, то у этого томата необычный томатный вкус с кислинкой, потому что кислинки бывает вообще иногда нет, но все это зависит опять от погодных условий, от солнышка, от состава почвы и от количества подкормок, которые вы делаете, но все равно в любом случае этот томат относится к одним из самых сладких. Еще урожайность. Если про медовый салют я говорила, везде указана урожайность средняя, и я вам говорила, что я не могу сказать, что медовый салют вот прям поразил меня своей урожайностью. Урожайность средняя. То загадка природы, у нее урожайность ошеломляющая, убивающая, такая убийственная. Она у меня породила своей урожайностью, я уже говорила, как в прошлом году, что у меня случилось, у меня поломались все колья. Я сначала ставила их кольем, и вот когда, а так как у меня по два томата привязала к одному колу, они когда вот так налились и начали клониться, и вот эти колья с хрустом все сломались. В один прекрасный день я сначала одну увидела упавшую, и вот такой сломанный кол, потом другую. Мне пришлось дополнительно металлические трубы вставлять, фиксировать, остальные, которые не сломались, чтобы подвязывать. Но не так-то просто поднять это дерево и подвязать, потому что они эндотерминатные, они с этими огромными плодами, но они правда не разбились, ничего. Про этот сорт я могу сказать, что урожайность действительно ошеломляющая. Но вот 17 килограмм с метра, ой, 17 килограмм с одного квадратного метра, да, я сразу говорю, я никогда не взвешиваю, потому что это дополнительные хлопоты, это дополнительная работа, как их взвешивать, если их постепенно же срываешь, это надо где-то регистрировать, никогда это не делаю, я всегда на глаз. Сразу скажу, у загадки природы намного больше урожайность. Может, ну это как, это не обязательно будет такое утверждение точное. Может быть, у кого-то вырастет, он так будет ухаживать за медовым салютом, что он тоже даст такую же урожайность. Но я говорю в сравнении. У меня вот они рядом росли, этот и этот. Этот был весь увешан плодами, но до такой степени, что я сильно, вот такое говоря, тут глаз выпадывает, вот сильно удивляешься. А это среднее, хороший медовый салют, все, но так он меня не поразил. Еще чем поражает загадка природы, это при своей вот этой всей огромности куста, при вот этом вот многочисленном всем вот этом потомстве, которое она нанизывает на себя, оно не позднеспелое, а у нее не такое, если я про медовый салют говорила, что он тугадум и надо ждать 150 дней от посева до, ну там, до первого плода, то у загадки природы указано всего 110 дней. И ну там не только указано 110 дней, дни я не считаю, но я в прошлом году заметила, что она начинает созревать одним, одной из первых. То есть это не позднеспелый сорт, а это где-то называют среднеспелый, где-то называют даже среднеранним. То есть она поспеет на месяц раньше. Ну и конечно, единственное, что вот эти все желтые, как бекалоры, желтые с красным, конечно они, их ни кетчупа, ни томатной пасты никто не думает даже из них делать. Идеальный вариант для свежего употребления. Только в свежем виде, только вот сорвав с куста и придя разрезав, а я иные разрезав, я ем прям там в огороде, только тогда вот вы поймете, что бекалоры это мои вкуснейшие томаты, вот тают во рту, сладкие какие-то, ароматные, даже с какой-то, наверное, может быть с фруктовой такой ноткой. Вот что-то такое необычное, загадочное в них. Они совсем не похожи на наши вот как классические, хоть красные, хоть розовые, которые мы ели всю жизнь. Томаты, 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 одноцветные, красные, розовые, красные, розовые. А то, хоп, появилась загадка природы, бекалор. Отличается, отличается в корне. Кто ни разу не выращивал, попробуйте. Да, сложно. К недостаткам относим и вот эту сложность в уходе, и подвязка. Пишут, что даже вот эти, не только стебли вот эти надо подвязывать, но надо подвязывать те кисти нижние, которые особо тяжелые, они могут и заломиться, и отломиться. У меня вот заламывались, как я рассказала, и целые кусты. И повышенное внимание требуется, да, повышенный уход требуется, но потом будет награда. Так, что сказать? А, ну если в сравнении, я уже говорила, по сравнению с медовым салютом, такая же эндотерминатная высокая, также требует подвязки, посынкования. Такой же плод двухцветный бекалор, но по срокам созревания раньше, и по урожайности загадка природы урожайнее. Отличия, разная форма этих листьев. И вот повторю то же самое, что сказала к видео о медовом салюте. Перед тем, как выбрать какой-то вот томат бекалор, вы все-таки характеристики или вот видеообзоры смотрите и читайте, потому что даже из томатов бекалор, есть одни такие, другие такие, какие-то пораньше поспеют, какие-то попозже, какие-то больше дадут плодов, какие-то меньше дадут плодов. И все это изучив, вы поймете, какой сорт подходит именно вам. Но вот загадку природу могу рекомендовать всем. Даже при нее написано, что лучше ее выращивать в теплице, но я хочу сказать, что два года выращивала ее на улице. На улице дает прекрасный результат и почему-то даже лучше, чем в теплице. Она там, во-первых, не такая большая, не такая мощная, вырастает сам куст, и почему-то урожайность больше. Наверное, все-таки на воле им лучше больше нравится. Но я, опять же, хочу заметить, что эти два года, которые я выращиваю на улице, у меня было лето жаркое, не дождливое, не сырое, и были самые благоприятные условия для выращивания томатов. Может быть, если лето будет плохое, какое-то другое, то оценка этого томата была бы другая. Но пока вот у меня насчет загадки природы, кроме восторженных таких положительных оценок, нет ничего плохого, ничего не могу сказать. Но жизнь покажет, может быть, какой-то год будет такой, что я скажу «да». И загадка природы бывает водянистой и с кислинкой. Но мне пока не попадалось. Все, до свидания.